Подруги, привет! В этом видеоролике мы с вами начинаем серию выпусков на тему отчеты беременности по неделям. Мы с вами каждый четверг будем иметь видеоролики на тему отчетов беременности. Буду стараться вам рассказывать каждую неделю, что же у меня происходит. В случае, если недели будут менее богаты событиями, у нас с вами будет шопинг. Куда без этого, потому что стремительно время идет вперед, и нам нельзя забывать о том, что к рождению малыша нужно готовиться. Ну а пока мы начинаем отчет беременности по неделям. И сегодня мы с вами поговорим о неделе первой по шестую. В целом мы рассчитываем нашу беременность исходя из акушерского срока. А акушерский срок, как мы знаем, он начинает считать беременность с первого дня нашего последнего цикла. То есть технически с того момента, когда мы даже еще и не беременны. Хотя можно, наверное, сказать, что, ну почему же не беременная яйцеклетка начинается развиваться в первые две недели нашего цикла, потом где-то в середине приблизительно нашего цикла у нас происходит овуляция, потом уже зачатие, еще две магические недели мы ждем, и вуаля, можем делать свой первый тест на беременность. Ну и в целом так проходит первые четыре недели нашей беременности. Самые первые признаки моей беременности, они в моем организме начали проявляться неделю после овуляции. То есть это приблизительно третья неделя беременности. Первое, что я заметила, это очень сухая кожа. Я уже об этом вам рассказывала. То есть одним днем я подхожу к зеркалу, я понимаю, что мое лицо, оно просто все белое и шелушится так, будто я сильно обгорела на солнце или сделала химический пилинг. Ну то есть нетипично сухая кожа. Второй признак моей беременности, это был забитый, постоянно отекший нос. И нос, который кровоточит. То есть у меня появилась реально кровь в моем носу. И я, когда увидела вот именно этот признак, я вспомнила свою первую беременность и подумала так, вот это стоит отметить. Потому что да, действительно, у моей первой беременности я мучилась носом, я постоянно шмыгла. Было такое ощущение, что я с каким-то хроническим насморком. И вот эти два первых симптома подавали мне надежду, что возможно в этот раз у нас получилось. Где-то уже на четвертой неделе, еще до того, как я сделала свой первый тест на беременность, я заметила, что у меня болит грудь. Причем грудь болела абсолютно вся, и снизу, и сбоку, и сверху. То есть она была очень чувствительная и очень болезненная. Здесь мы уже говорим не только о чувствительности сосков, что, как правило, является таким очень частым признаком беременности. В моем случае была болезненная абсолютно вся грудь. И потом, конечно же, последовали тесты на беременность, которые я делала целых, по-моему, сколько, вплоть до десятого дня задержки. И показывала вам в предыдущих видеороликах градацию своей второй полоски и то, насколько она становилась интенсивнее, темнее, чем контрольная. На пятой неделе своей беременности я заметила новый признак, который я не наблюдала во время первой своей беременности. Это очень сухие подмышки. То есть это абсолютное отсутствие потовыделения в подмышках. И девушке слишком много информации, но должна рассказать. Это полное отсутствие запаха в подмышках. У меня появилось такое ощущение, как будто бы я сделала инъекции ботокса в подмышке. И, на мой взгляд, это один из самых приятных признаков этой конкретной беременности. Потому что, как правило, изменения в гормонах в организме женщины, когда она беременеет, ну, они как-то создают очень большой дискомфорт. И редко, мне кажется. Ну, или, по крайней мере, реже они приводят к каким-то таким позитивным проявлениям. В этот раз я могу точно сказать, что это проявление очень-очень позитивное. Ровно так же, как и мои ногти. Сделав маникюр, я заметила, что он держится намного дольше, чем обычно. Как правило, на моих ногтях покрытие геля не держится долго. Максимум это полторы недели. И уже начинаются какие-то сколы. И где-то начинает это покрытие отходить. В этот раз я уже, мне кажется, хожу недели три. И в целом все выглядит очень бодро. Еще одним симптомом пятой недели о моей беременности была очень сильная усталость. Причем такая усталость, которая наступает при малейшем движении, при малейшей активности. Даже дома просто с ребенком. И ты не просто устаешь, а тебе становится вот настолько дурно, что тебе просто нужно прилечь и реально лежать и не шевелиться. Для того, чтобы это состояние ушло. И не помогает в этом вопросе абсолютно ничего. Ты можешь пить воду, ты можешь что-то съесть. Ты можешь как-то, не знаю, действительно присесть и отдохнуть. Но это состояние вот такой вот хронической усталости или какого-то такого общего сильного недомогания, оно никуда не девалось и никуда не проходило. И с таким вот состоянием я начинала, в принципе, свою пятую неделю. Потом к нему присоединилась нами всеми любимая тошнота. Я поняла, вот этот токсикоз. Привет, приехали. Я настолько надеялась, что в эту беременность, может быть, этот токсикоз пройдет меня стороной. Особенно потому, что я сейчас дома сижу с малышом. То есть мой малыш маленький, ему нет еще двух лет. Он не ходит в сад, он не разговаривает. Он очень-очень активный. Он из тех малышей, которые встают достаточно рано. И он очень веселый, радостный. И действительно, вот как только он открывает глаза, так ему нужно активничать. Для меня в целом-то, даже когда я не беременна, это очень тяжело. Но особенно, когда я уже вот в таком состоянии, еще добавляется токсикоз. Но это, конечно, ой, как непросто. Слава богу, за те дни, когда Арс может утром ребенка взять на себя и могу хотя бы немного отдохнуть, это, конечно же, помогает. Но в целом, в основном, конечно же, я с ребенком. Потому что Арс у меня оперирующий хирург. И он большую часть недели, конечно же, проводит на работе. Это, на самом деле, то, чего я боялась. Я, конечно же, надеялась, как я уже сказала, что, может быть, в этот раз токсикоз обойдет меня стороной. Но уж и нет. Думая о том, как я вообще буду проходить свою беременность со вторым ребенком, я, конечно же, боялась именно этого момента, потому что я не могла себе представить, как я буду заботиться о своем ребенке, как я буду уделять ему время, как мы будем вести свой привычный образ жизни со всеми прогулками на улице, со всеми, там, я не знаю, его одеваниями, переодеваниями, со всеми активностями на детской площадке, с нашими играми дома, там, даже, не знаю, просто на руки его, чтобы брать. И здесь даже речь не в том, чтобы вот, мамы, возьми меня на ручки, потому что, на самом деле, мой ребенок, он абсолютно не ручной. Здесь больше речь о вот именно вот этих ежедневных каких-то действиях, когда тебе нужно ребенка поднять, там, например, в ванну, когда тебе нужно его посадить в стульчик, когда тебе нужно, там, его поднять, потом поставить, например, повыше, чтобы тебе было удобнее ему подгузник поменять, и так далее, и так далее. То есть это все вот такие вот ежедневные какие-то движения, которые предполагают поднятие ребенка, что в беременность, конечно же, может быть фактором риска, особенно если женщина не привыкла поднимать тяжести, если она не занимается спортом, или если есть какие-то осложнения в беременности, такие как, там, не знаю, там, риск отслоения плаценты, и так далее, и так далее. В общем, об этом мы в моем случае, конечно же, не говорим, но в любом случае, когда у тебя есть маленький ребенок, которого нужно все время поднимать, ты об этих вещах думаешь, и как минимум консультируешься со своим гинекологом. И я этого очень-очень боялась. И, конечно же, плюс ко всему этому, это токсикоз, когда тебе просто плохо, когда тебе просто тошнит, и когда ты не можешь отложить ребенка, как, например, в первую беременность, все дела отложила, пошла прилегла, пошла что-то съела, и как бы вроде тебе полегчало. Здесь нет. Ничего отложить нельзя. Ребенок свой ритм не поменяет, свой режим он не поменяет. Он в целом, как бы, ему все равно, что с тобой происходит. Плохо тебе, хорошо, тебе нужно с ним проводить время. И, естественно, вот эта пятая неделя моей беременности, она, конечно же, как бы показала мне, каково это быть в токсикозе с маленьким ребенком. Могу сразу сказать, это невесело. Также у меня появилась отдышка. Отдышка, на самом деле, меньше, наверное, чем в мою прошлую беременность, но это, на самом деле, я связываю, во-первых, с тем, что каждая беременность в целом отличается, а во-вторых, что прошлую беременность, первый свой триместр, я проводила в июле. То есть это было достаточно жаркое-жаркое лето. Мы ездили в Ригу, и в целом мне было тяжеловато вот как-то вот воспринимать и переживать эту жару. Сейчас, в свою очередь, у нас на дворе февраль, очень холодная зима, и, наверное, в общем-то, в целом намного легче в этом вопросе, когда тебе не жарко. И в целом я заметила, что когда мы выходим с ребенком на улицу, когда есть свежий вот такой морозный воздух, мне становится намного легче. Также, если говорить про различия между моей первой и второй беременностью, здесь обязательно нужно говорить про еду. Кто следил за моим каналом на Ютубе, вы знаете, что в первую мою беременность мне с этим пришлось очень тяжело. За первую беременность я набрала 30 килограмм, и, по большому счету, вот такой успех в этом вопросе заложила как раз-таки первый триместр, когда меня очень сильно тошнило, и когда единственный продукт, который утолял мою вот эту тошноту и токсикоз, это были печенья. Причем печенья такие соленые, сырные, все, что, в общем, такое мучное и немного соленое. Также мне доскрежет зубов. Мне просто в первую беременность я хотела мучного, я хотела бургеры, я хотела пиццу, пасту, сыр. И вот мне нужно было есть вот это вот все, меня прям трясло. Я помню, как я по всему Петербургу носилась в поисках самых вкусных безглютеновых маффинов или какой-то выпечки, мне нужны были пироги. Короче, я вот прям, меня трясло, как мне все это было надо, и контролировать себя в этом вопросе было практически невозможно. Что касается второй беременности, конечно же, сейчас, начиная свой путь, я очень сильно опасаюсь этого момента. Во-первых, потому что я не вернулась в свой предродовой вес, то есть я до первой беременности была 56 кг, прямой метр 64-65. Это идеальный просто вес, в котором я чувствую себя очень хорошо, я стройная, я прям довольная, все супер. Плюс 30 кг к моменту родов моих первых. Сейчас, когда я начинаю вторую свою беременность, я не вернулась к самому весу 56 кг, я плюс 14, то есть сейчас я 70 кг. Ну, сами понимаете, для человека роста метр 64 это достаточно большой вес, и хотелось бы, конечно же, чтобы этот вес был значительно меньше. Что это значит для меня в данную минуту? Уже с весом ничего поделать не могу, как есть, так есть. Для меня это означает, что максимум, что я могу позволить себе набрать во время этой беременности, это 15 кг. Ну, чтобы, во-первых, снизить риски гистоза, беременного диабета, там, отеков, прочих каких-то компликаций, и также, чтобы уж не улететь в космос с набором лишнего веса. Это никогда не может быть хорошо. Следовательно, я очень надеюсь, что я пойду в этот раз рожать максимум с таким же весом, который был у меня в прошлых родах. И здесь мы, конечно же, возвращаемся к вопросу моего токсикоза и как я с ним борюсь, и что в этот раз мне помогает в этом вопросе. И что для меня было самым приятным сюрпризом, и до сих пор я просто хожу, и я складываю ручки, я надеюсь, что ничего в этом вопросе не поменяется. У меня нет никакого желания есть печенье, у меня нет никакого желания есть мучное, пиццы, пасты и все прочее, что я ела в прошлый раз. Меня просто вот, опять же, до трясучки, мне хочется что-то свежего, что-то холодного, что-то фруктового. Вот самое идеальное для меня сейчас в борьбе с токсикозом это просто фруктовый лед. Я просто беру детский сок, который без сахара, который, ну, насколько это вообще возможно безвредный, и я просто в формочке его замораживаю, и я без конца, вот когда меня тошнит, я просто беру и ем этот фруктовый лед. Также мне нужны холодные мандарины. Мне хочется пить холодную газированную, не просто воду, а газированную воду. Это, кстати, еще эффект с первой моей беременности. Я раньше никогда не пила газированную воду, вот вообще никогда. Но в прошлой беременности меня переклинило, мне нужно было пить газированную, холодную, ледяную воду. Причем вот если еще можно было сделать какой-нибудь напиток типа мохито или сильно газированный лимонад свежий, для меня это все. Меня вот прям литрами могла это все выпивать. И сейчас ровно все то же самое. Не знаю, насколько это хорошо. Наверное, это скорее плохо, что ты не пьешь обычную нормальную воду, воду там теплую, либо комнатной температуры, а пьешь холодную газированную. Но, извините, ничего с этим поделать не могу. Кстати, по этому поводу нужно будет еще поговорить с моим гинекологом. В целом я знаю, что она мне скажет, но, опять же, ничего здесь поделать не могу. Так вот, и в эту беременность, что касается еды, меня тянет вот просто на все фруктовое, на все легкое. Мне не хочется сладкого. То есть я практически, ну, за редким исключением, там, может быть, раз в неделю съедаю что-то сладкое. И в целом все, для меня вот этой еды не существует. Я все время хочу вот все свеженькое, легенькое. Мне хочется супов. И в целом я, вот если говорить про мои завтраки, обеды и в целом рацион, то я питаюсь вместе с моим ребенком. То есть для него я делаю очень чистую, очень полезную еду. То есть это без жареного, это все на пару, либо это все тушеное, чистое мясо, минимум специй, минимум жиров. Если только мы говорим о полезных жирах, их, конечно же, мы потребляем. И, в общем, я перешла вот полностью на мое питание, мой рацион вместе с моим малышом. И я в нем чувствую себя вообще прекрасно. Единственное, что может быть из мучного, и такого менее полезного, я вот по утрам очень люблю тосты с сыром. Вот сыр я еще очень-очень люблю. Я вот могу с утра сделать, там, два или три безглютеновых тоста. На них там, не знаю, помазать рикотту, помидор добавить и сыр. И все. И для меня это идеальный завтрак. Ну, а потом уже в течение дня, не знаю, супы, какие-то, может быть, там, полезные крупы, там, киноа, гречка, мясо, и так далее, и так далее. В общем, в целом, это мой рацион. Кстати, ровно так же, как и в первой беременности, меня полностью ошибло от кофе. То есть все. Наступила, по-моему, шестая неделя моей беременности, и я перестала пить кофе. А я, как вы знаете, кофеман. И еще очень важный момент первых вот этих шести недель уже после, естественно, тестов на беременность, это мои посещения гинеколога. По-моему, две недели, наверное, уже эмбрионального срока моей беременности, то есть это после зачатия, я сделала свой первый тест на ХГЧ. Это было параллельно тому времени, когда я снимала для вас видеоролики с тестами на беременность. В той лаборатории, в которой я делала свой тест на ХГЧ, их референтные значения и нормы в случае беременности, в том сроке, в котором я делала, это от 50 до 300. Мой показатель ХГЧ был ровно посередине 177. Я понимала, что это вот очень хороший такой результат. Потом, для того, чтобы посмотреть динамику и то, как растет мой ХГЧ, я сдала его еще раз уже в ровно три недели своей беременности. Там результат был 5000 с маленьким хвостиком. Это была вот прям самая высшая норма как раз-таки этого срока. И потом еще раз я сделала свой последний третий тест на ХГЧ. Это было на шестой неделе моей беременности. И этот результат как раз-таки заставил меня немного волноваться. Потому что этот анализ показал результат, который превышал норму в три раза. Обычно, если ХГЧ превышает норму где-то на 30%, мы можем предполагать, что, возможно, будет двойня. Но, если ХГЧ зашкаливает вот прям еще больше, то, конечно же, ну, здесь нужно на него обратить внимание. Поскольку это может быть такой ранний сигнал, может быть гистоза уже в третьем триместре или беременного диабета, уже не говоря о возможных патологиях плода. Это тоже может быть. Но, опять же, не стоит беременным женщинам самим по себе обращать внимание на все вот эти анализы. Здесь нужно консультироваться с доктором, потому что доктор знает, как смотрится картина в общем и в целом и никогда не берет один только показатель ХГЧ. То есть это все всегда смотрится только вкупе, только в комплекте с УЗИ, с другими какими-то анализами, с другими показателями в случае, если возникают вообще какие-то сомнения и вопросы. Так вот, в моем случае мой ХГЧ в третий раз превышал норму в три раза и я как-то напряглась, конечно же. Отправила свой результат своему гинекологу, отправилась на свой первый АВИЗИ, где мы сделали первое УЗИ. И, естественно, что недели УЗИ много не показало. Было видно только плодное яйцо, которое было правильного, хорошего размера. Этот размер, ну, как-то не давал сомнений в том, что у нас одноплодная беременность, потому что его размер как раз-таки соответствовал одноплодной беременности. И как бы доктор моя, она была абсолютно спокойна, сказала, что все у меня хорошо, все в порядке, увидимся через две недели, уже на восьми недели, когда мы сделаем твое повторное УЗИ, и там уже наверняка увидим сердцебиение ребенка. И вот она отправила меня домой снова в двухнедельное ожидание. И я поняла, что первый триместр, помимо вот всех этих прелестей, токсикоза, тошноты, усталости и так далее, он, конечно же, он, конечно же, меня вымораживает тем, что это просто время постоянного ожидания. А у человека, у которого нетерпения, это здрасте я, ждать очень-очень тяжело. Но отправила она меня домой не только ожидать еще две недели, но с одной хорошей новостью, она поставила мне мой ПДР. То есть, моя предварительная дата родов это 23 сентября 2021 года. Эх, никогда не думала, что малыш мой родится в сентябре, и как-то, в принципе, я этот месяц никогда особо для себя не отмечала. Ну вот, малыш мой должен появиться на свет как раз-таки в конце сентября. В это время, я очень надеюсь, если все сложится по нашему плану, мы будем в Риге. Буду я, кстати говоря, тоже рожать в Риге, как и в первый раз. Об этом мы будем говорить с вами еще очень-очень много в последующих моих отчетах о беременности, да и в целом, когда мы уже до Риги доберемся. Но если возвращаться к неделям первая по шестую, это, наверное, все самые такие главные моменты, которые следовало отметить и о которых я хотела вам сегодня рассказать. В следующий раз мы будем с вами говорить о неделях седьмая по девятую, и там тоже очень много всего интересного. Мы будем говорить о нашем уже втором УЗИ, о сердцебиении малыша, и также о том, как проходит мой токсикоз, какие еще новые симптомы беременности у меня появились, ну и также есть некоторые волнительные моменты, которые в эти недели со мной происходили. На этом сегодня все, я с вами прощаюсь, желаю вам доброго дня, и мы увидимся с вами в следующем моем видеоролике. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова